Вот это одно из самых опасных и вредных для здоровья человека растений. Оно называется амброзия полынилистная. Родом оно из Северной Америки. С первого взгляда и не скажешь, что растение ядовитое, однако пыльца амброзии сильнейший аллерген. У людей затрудняется дыхание, начинается слезотечение и наспорк. Не всегда могут помочь медицинские препараты, уверяет доцент Вадим Прохоров. В неведении аллергики, припробовав все лекарства, меняют место жительства. Растение очень теплолюбивое и к нам начало буквально последние несколько лет активно проникать в связи и с изменением климата, наверное, потому что стало теплее и более засушливые стали условия. Попала в Россию амброзия случайно, с семенами клейвера отмечает ученый. Вырастает до полутора метров. Пока в Татарстане встречается редко, однако меры борьбы с опасным растением вырабатывать необходимо уже сейчас. Вот так он занимает берега водоемов, потому что он в основном у нас по влажным местам растет. В список вредителей ученые занесли борщевик Сосновского. С ним борьба в Татарстане продолжается уже несколько лет. Сок ядовитого сорняка опасен. При попадании на кожу человека появляются кричневые пятна, в тяжелых случаях волдыри. Нужно хорошо помыть, смыть вот этот сок с кожи и последующие 3-4 дня не находиться на солнышке, то есть чтобы закрыто было то место ожога, где произошло. И обязательно наложить хорошую марлевую повязку. Если болдырь возникает, его вскрывать нельзя, а нужно обратиться обязательно к врачу, к дерматологу, а при каких-то осложнениях даже иногда к хирургу. А вот разрушить всю среду обитания может американский клен, еще одно растение, которое попало в список вредителей. Клен неприхотливый вытесняет ивовые и дубовые леса, которые формировались миллионы лет. Пока в Татарстане ученые разработали список из 16 растений-вредителей. Позднее будет издана отдельная книга. Черная книга – лучший способ понять, какими видами и какими методами нужно бороться. Сейчас она на стадии разработки. Дата выхода не определена. У нас есть база данных, где накапливается уже порядка 20 с лишним лет информация о распространении всех растений на территории Татарстана. И эта информация из этой базы, конечно, ее нужно обработать и представить в каком-то виде уже более-менее проанализировано. Как выглядят опасные растения и как с ними бороться, а вся информация в черной книге будет составлена на основе литературных источников. Марина Вахшева, Дмитрий Роженко, Телеканал Эфир.